Многие жалуются, говорят, вот сели на мою диету, у них суставы болят. Я потом объясню, почему это происходит. У вас язва луковицы 12-перстной кишки. У вас желчь забрасывается в желудок. Вы съели соль, вы обожгли нервы в своей луковице этой солью. Вы начали принимать яблочный уксус, вы обжигаете нервы в своей луковице. Она спазмирует. И когда она спазмирует, она как ежик сжимается. И вот этот спазм способствует тому, что желчь, которая в нее заливается, она забрасывается вам в желудок. И вы вместо того, чтобы закисляться, вы наоборот защелачиваетесь. Вам еще хуже. Я сейчас прокомментирую, как в этом случае будет. Надо убирать соль и уксус, либо снижать значительно, либо по-другому употреблять. Сейчас я это объясню. На вопросики отвечают. Но вот такие вы дела. Поэтому каждый подход к здоровью имеет свои нюансы. И вот там многие просили, типа, создать чат. Не будет никакого чата. Потому что советчики, которые там сидят, они, блядь, херни всякие понасоветуют. А у меня нет ни времени, ни желания, да, за 20 евро с утра до вечера сидеть вас там консультировать. Проводим трансляцию, выбираем время, я отвечаю на все ваши вопросы. Потом я живу свою жизнь. Хотите, чтобы я вам выделял много времени индивидуально, берите личную консультацию. А создать чат, это значит куча некомпетентных людей, которые будут советовать вам всякую херню. Которая будет только вредить и уводить мне туда. То есть, ну, ни у кого здесь нету такого опыта, как у меня. И сам из жопы дикой вылез, и при этом еще насмотрелся на разных людей в разных ситуациях. Поэтому, в принципе, нерешаемого вопроса с моей стороны практически нет. Если кто-то на что-то жалуется, я прекрасно понимаю причину этого. Так что вот такие вот дела. Так вот, возвращаясь к жиру. Есть жир, в принципе, любой. И уж тем более высокомолекулярный. Только на кето-диете. Если вы получаете энергию из сахаров, лучше жиры не трогать вообще. Либо совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, чтобы нейтрализовать кислотное, ну, я имею в виду, ядреное воздействие соли и уксуса на наши ткани. Вот только с этой точки зрения чуть-чуть кокосового масла, например, с приемом пищи можно употребить. Или один желточек. Но получать энергию из сахара и еще загрузать в себя высокомолекулярный холестерин. Это почти наверняка только засирает свой организм. Не доперенаваренными молекулами вот этого холестерина. Так что вот такие вот дела. Поэтому хотите есть жиры, пожалуйста, где-то диеты и при этом на чистую печенку. Если мы сидим, то есть если мы получаем глюкозу за счет мяса, посредством такого химического процесса, как глюкогенез, когда белок превращается в глюкозу, через вот эти вот пируатные кислоты, не надо жир. И уж тем более, когда мы поедаем тушеные овощи, высокомолекулярные жиры тоже будут хреново перевариваться. Потому что печенка адаптируется, адаптирует свою желчь к тем продуктам, которые вы постоянно поедаете. И под загрузку высокомолекулярных жиров, особенно редко, или же в совокупности с глюкозой, короче, ни хрена перевариваться не будет. Поэтому выбирайте, либо вы на глюкозном питании, либо на жировом. Другого не дано. Совмещать все это, как делает Джоннис Вандерпланец и его подопечные, я не рекомендую. Будет болотистый организм. Лимфа забьется слизью, кровь забьется холестерином, забьется тромбофлюбитами и прочей всякой беккой. Так что вот такие его дела. Поэтому высокожировая диета, вот эта вот кета, оно здорово ложится, когда печенка чистая. То есть желчные протоки все открыты, клеточки печенки чистые, самое главное, регенерированные и обновленные. То есть желчи продуцируется очень много, которые в состоянии все эти жиры разобрать. Если печенка забита, для вас подходят только первые два варианта диеты. Даже вот это вот мое авторское кета, которое легкое достаточно, все равно может давать нагрузочку. Даже жирная рыбешка. Если у вас зеленые глаза, даже такой кетос может быть для вас тяжелым. Как это определить? Смотрите, я бы рекомендовал начать диету с первых двух вариантов. Неделя-две. Понятно. Что такое кислая, жиденькая кровь? Если эти два типа питания для вас тяжелые, с точки зрения, что вы срываетесь на всякую сладкую вяку, либо у вас сахара неадекватно взлетают. Потом переходим на кето-диету. И мы уже начинаем подмечать. Наша печенка вообще в состоянии эти жиры переварить. Скучается ли у нас кровь или не скучается? Но чтобы это понять, вам надо увидеть контрасты. То есть, подержать кислую, жиденькую кровь, а потом начать грузить в себя жиры, тот же желток, и увидеть. Вы начинаете после... То есть, ваше дыхание становится более тяжелым после него или нет? Если нет, все замечательно. Если вы съели желток и никакой разницы не почувствовали, вам его можно. Если вы съели желток и понимаете, что сейчас идти вам тренироваться или бежать уже трудновато, хочется полежать, вы его не можете переварить. У вас хреновая соляная кислота. Это раз. А второе, такая же хреновая желчь. Опять же, единичный опыт недостаточен. Как я уже сказал, печень подстраивается под те продукты, которые вы поедаете. Поэтому, если вы разочек словили сухость, тупняк, сонливость после жира, подождите еще 3-4 дня. Потому что высокая вероятность, что на втором и на третьем печенка уже начнет продуцировать желчь, уже более подходящую для желтков, и начнет их переваривать. Первый день всем будет херово. Поэтому надо на длинной дистанции высматривать. 3-5 дней. И если на пятый день свиное сало, желательно кабаньячий жир, конский нутряной жир, желточки все равно дают вам тяжесть, надо убирать. Ну не оздоровить. Ну не подходит вам кето. Потом, когда более-менее печеночку очистите, сможете к этому прийти. Лично я сейчас на кето-диете. Я ем не чаще двух раз в день. Почему? Просто мне так комфортно. Я уже организм очистил, оздоровил. Сейчас я просто придерживаюсь того, чтобы снова его не засрать. И каждый из вас потом тоже к этому сможет прийти. Я считаю, что кето, правильное кето, оно с точки зрения жизни гораздо более удобное и легкое. Продолжение и ответы на другие вопросы от участников закрытого канала, где изложены подробные знания об диагностировании, очищении и питании для своего организма, с реальными отзывами и исследованиями, вы можете получить в закрытом телеграм-канале Романа, где он несколько раз в неделю проводит трансляции с подробным разбором всех тем, касающихся здоровья. Такой ценнейшей информации с комплексным подходом к здоровью на данный момент вы не найдете нигде. Ссылка со всем необходимым находится в описании.